Привет, я Великий Вейпер. Ну что ж, мы продолжаем смотреть на всякие новенькие технологии из мира вуйпинга. Сегодня у нас тоже не исключение, и мы посмотрим на вот такой вот девайсичек, а именно Ринка Е Джеллибокс F. Вот таким вот образом выглядит от него коробочка, и прямо сейчас мы его, понятное дело, будем распаковывать и смотреть, что он вообще из себя представляет. Да и вообще я вам скажу, что компания Ринка Е в последнее время достаточно часто стала радовать нас интересными новиночками. Именно поэтому вы можете перейти в описание, там есть ссылочка на сайт Ринка Е, ну и понятное дело, есть ссылочка на мой телеграм-канал. Обязательно тоже подпишитесь, потому что там у нас очень и очень много интересного на телеграм-канал, поэтому тоже обязательно подписчика должна быть оформлена. Ну а теперь на такой прекрасной ноте я вам предлагаю уже наконец-то посмотреть, что у нас будет содержаться в этой коробочке. Вот здесь у нас задняя написана комплектация, и затем ее уже распаковать и посмотреть, как все это дело выглядит на самом деле. В общем, по комплектации здесь у нас будет Джеллибокс F, 650 мА, у нас здесь будет батарейка в целом, довольно-таки нормально, немного, но и немало. Такое среднее, можно сказать, значение в данный момент для подсистем. Картридж с уже предустановленным в нем воспалителем на 1 Ом, межсеточка, но это понятное дело, сейчас, в принципе, почти везде сеточку ставят. 2 мл у нас будет объема данного картриджа. Ну, в целом, такой, тоже, можно сказать, среднее количество жидкости в него у нас будет влазить. Type-C charging кабель, что тоже очень и очень хорошо, потому что это Type-C, так сказать, современно хорошо. Certificate Card, Warranty Card и User Manual. Ну, и вот у нас тут также есть QR-код для проверки оригинальности. На этом, собственно, все. Давайте уже будем распаковывать нашу коробочку. Надеюсь, у меня с этим сильно больших проблем не возникнет, потому что такое реально очень часто бывает. Ну, кстати, реально проблем не возникло. Все очень даже быстренько вот таким вот образом распаковалось. Здесь у нас находится еще одна вот такая вот пломбочка, чтобы у тебя вдруг ничего не вывалилось, даже если ты снял вот эту вот транспортировочную пленочку. Ну, и ничего больше я не придумал, как разрезать ее даже не сами. Все, я ее разрезал. И давайте уже будем открывать нашу коробочку. Тут все довольно-таки простенько, просто вот так все будет отсюда выезжать. Давайте достаем все, здесь у нас больше ничего не остается. И здесь у нас, понятное дело, присутствует вот такая вот Certificate Card, которая говорит о том, что девайс продается абсолютно официально, сертифицирован, все с ним нормально. Также здесь, понятное дело, есть Warranty Card, ну и инструкция. Вот она, Jelly Box F User Manual. Она, кстати, очень маленькая, вот такая вот, ну, в самом интуитивно понятная есть, она только на английском языке. Также здесь у нас, понятное дело, присутствует вот такой вот кабелечек зарядки USB Type-C. Да, хорошо, что USB Type-C, но не хорошо, что он очень короткий. Он реально, ну, вот такой вот прям, он же даже от розетки до пола, блин, не дотянется. Я не понимаю, вот зачем вы делаете такие короткие кабеля? Буквально там, ну, на 10 сантиметров подлиннее сделайте. Поэтому этот придирка всегда будет оставаться во всех моих видео за короткие кабеля, потому что, камон, вы можете делать кабеля и побольше все-таки. Ну, в общем, на этом с комплектацией все, и давайте уже посмотрим на сам девайчик. Он у нас, собственно, лежит в таком пакетике. Давайте его отсюда достанем. Вот таким вот образом он у нас отсюда выезжает, и фу. На самом деле, прям пушечный дизайн. Ну, мне прям реально нравится. Тут все довольно-таки просто. Снизу находится резюм зарядки USB Type-C, два болтика. Он у нас, опять же, такой прозрачный в стиле Jelly Box, абсолютно полностью. Он у меня вот такого синего цвета. Ну, а также здесь имеется вот такая вот нашлепочка в виде картиночки, которая тоже, можно сказать, будет радовать твой глаз и показывать, так сказать, твою индивидуальность. Ну, потому что, конечно, выбирает цвет под себя. Поэтому тоже можно определить, какие цвета тебе, возможно, нравятся. Картридж у нас здесь выглядит следующим образом. Давайте сразу вот эту вот бумаженцию отсюда уберем, потому что она нам не понадобится, потому что мы будем сюда заливать потом жидкость. Испаритель здесь выглядит следующим образом. Это испаритель на 1 Ом. На 0,5, я не знаю, можете сюда поставить или нет. Ну, наверное, все-таки можно. Но разрешаться девайс, конечно, будет быстрее. Ну, а так, в самом-то, такие же испарители, как у всех новых Jelly Box. А именно Jelly Box V, Jelly Box Z, ну и вот этот вот Jelly Box F. У всех у них одинаковый формат испарителей. Заправляется картридж следующим образом. Вот такая вот здесь дырочка, кстати, довольно-таки хорошая, потому что сюда влазят любые бутыльки. Их не приходится затапкивать силой, как, к примеру, на том же самом Charon. Ну, и, кстати, также ее для заправки можно вот так вот удобно повернуть эту резиночку. Заливать уже жидкость. Давайте, собственно, я возьму жидкость. Залью сюда побольше давайте, чтобы у нас тут все хорошо пропиталось, все было вообще прекрасно. Фу, еле закрыл, на самом деле, вот эту вот резиночку. Так что учтите, что довольно-таки туда сложно засовывается. Но все-таки все это дело у меня прекрасно получилось. Здесь у нас в моде находятся два контакта и два магнита. Также микрофон, который возвышен над поверхностью. То есть, если девайс будет течь, у нас не зальет микрофон и не будет автофайра. Это уже очень даже хорошо. Ну, а прямо сейчас давайте подождем какое-никакое время, пока пропитается наш испаритель. Мы затем уже попробуем, что у нас тут вообще-то девайсик сделала компания RinkoE. Ну что, прошло уже достаточное количество времени. И я думаю, наш испаритель уже вполне-таки себе нормально пропитался. Давайте, собственно, уже попробуем, что у нас тут получилось. Погнали затестим. Ну, вообще, я могу сказать, что очень и очень неплохо. Потому что здесь действительно затяжка туже, чем примерно на том же самом джелебоксе Z. Там я в прошлом обзоре на джелебокс Z говорил о том, что на Z слишком легкая затяжка. Это действительно так, для меня там затяжка действительно легкая. Здесь же нет, здесь меня затяжка вполне устраивает. Она прям достаточно, как бы, я бы даже сказал, тугая. Не прямо интельная, конечно, но реально довольно-таки тугая затяжка. Такая затяжка, я бы сказал, мне вполне-таки себе нравится. Поэтому данный девайс мне реально понравился больше, чем тот же самый джелебокс Z. Давайте, собственно, для примера возьму джелебокс Z. Вот он у меня тоже есть. И давайте протестим, какая затяжка на нем. Да, все-таки я скажу, что затяжка на джелебоксе Z более легкая, чем на вот данном джелебоксе F. Поэтому, собственно, затяжка здесь мне и больше нравится. Ну и в целом фору-фактор такой, мне кажется, тоже более будет удобный. Да и вкус в целом девайс передает довольно-таки неплохо. Реально годный, приятный, хороший вкус. И, как бы, нормально даже передается никотин. Хотя для формата такого девайса это реально не так часто бывает, что никотин передается прям хорошо. Но здесь, действительно, с никотинопередачей все окей. На этом же, собственно, все. Вы, понятное дело, у меня будете спрашивать, стоит ли покупать данный девайс или же нет. И я скажу, что почему бы и нет, можно присмотреться к его покупке. Потому что, реально, вещь довольно-таки годная. Я не знаю, сколько он пока что будет стоить, потому что, ну, их еще нет в продаже. Я смотрел реально в очень большом количестве магазинов. Нет его нигде в наличии. Но, когда он появится, я думаю, это будет не сильно дорогая версия. И, реально, взять его, в принципе, стоит. Это довольно-таки простенький, но в то же время годный девайс. На этом же все. С вами был Великий Вейпер. Всем пока!